До трехнедельного максимума выросли цены на природный газ в Европе. 20-процентный скачок роста был вызван решительными действиями России. Газпром, как и обещал, ограничил поставки российского газа в Польшу и Болгарию после того, как эти страны отказались производить взаиморасчеты в рублях. Это вызвало опасения, что поставки могут сократиться еще большему количеству стран ЕС. А уже это, в свою очередь, обесценило позиции евро на валютном рынке. Кроме того, последние данные показали, что потребительские настроения в Германии упали до рекордного низкого уровня. Настроение к риску по-прежнему омрачено ситуацией на Украине, ростом инфляции и ужесточением политики центральными банками, что может привести к замедлению глобального роста. Показатель состояния потребительского климата обрушился на самый низкий уровень за всю историю наблюдений к отметке минус 26,5 пункта. На столь негативном фоне котировка пары евро-доллара ушла вниз к пятилетнему минимуму. Это значение 1,0636. Этот ход указал на последующее продолжение нисходящего тренда от июня 2021 года, масштаб которого составляет около 1600 пунктов. На торговом графике дневного периода наблюдается движение котировки на уровне весны 2017 года. Фактически мы имеем сигнал о движении цены в сторону паритета к отметке 1,00. Нисходящий тренд считается основным движением на рынке, и перспективы дальнейшего снижения имеются, несмотря на растущий статус перепроданности евро. Кроме всего прочего, денежные рынки продолжают ожидать повышение ставки ФРС сразу на полпункта на следующих двух заседаниях. Тогда как от Европейского центрального банка ждут повышения максимум на 25 базисных пунктов и лишь в июле. К таким действиям ЕЦБ вынуждает стремление обуздать инфляцию, которая в настоящее время находится на исторических рекордных уровнях. Не в пользу европейских валют играет и ситуация в Китае, усиливая спрос на безопасные активы, среди которых доллар США. Котировка индекса доллара впервые с марта 2020 преодолела отметку в 102 пункта. О чем мы уже более подробнее рассказали в нашем обзоре азиатской сессии, а в рамках этого видео стоит уделить внимание и положению фунта. К тому же наиболее выраженная покупательская активность доллара была отмечена именно по отношению к фунту, который упал до уровня невиданных с июня 2020 года. Валютная пара фунт-доллар после незначительной остановки в районе локального минимума сентября 2020 года – это значение в диапазоне 1,2675 – 1,2720 – все же котировка возобновила нисходящий ход. Это привело к продолжению среднесрочного тренда, где фунт стерлингов потерял в стоимости уже более 500 пунктов всего за 72 часа. На торговом графике дневного периода наблюдается движение котировки на уровнях июля 2020 года. И восстановление нисходящего хода относительно восходящего тренда составляет 60%. Но несмотря на колоссальный уровень перепроданности фунта, на рынке все еще сохраняется именно нисходящий интерес. Он вызван инерционно-спекулятивным поведением трейдеров, которые игнорируют статус перепроданности. Но рано или поздно на рынке возникнет таки технический откат либо полноразмерная коррекция, хотя это движение все же не нарушит целостности нисходящего тренда. В качестве переменных точек опоры рассматриваем значения 1,2500, 1,2250 и 1,2000.